Некогда король Скелет был нашим любимым королем Леориком, но Диабло лишил его разума. Он потерял обоих сыновей и утратил собственную душу, прежде чем был окончательно побежден. Теперь он вернулся, чтобы снова сеять зло в этих землях. Я помогу ему обрести покой. Чтобы победить Леорика, нам понадобится его корона. Отыщи Хедрига, нашего кузнеца. Он должен знать, где она находится. Лия, не стоит так легкомысленно отрицать очевидное. Неужели ты не веришь собственным глазам? Тристрам уже пережил один конец света. А как же древние книги? В фолиантах Закарума говорится о том, что с неба упадет звезда. В свитках Харадримов говорилось о мертвых, поднимающихся из могил, и о владыке лжи. В пророчестве о последних днях сказано, что о конце всего сущего возвестит знак с небес. Да, дядя, про эти тексты я слышу с детства. Просто я не думаю, что мы должны придавать им такое большое значение. Я последний из Харадримов. Когда-то я не ведал об этом. И если бы я чуть раньше обратился к их мудрости, то, возможно, кровавое пришествие Диабола удалось бы предотвратить. Я сомневаюсь в этом. Я бездействовал, когда появились первые знамения грядущей беды. Я пренебрег древними сказаниями, которые посчитал лишь вымыслом. И Тристрам, нет, весь мир, дорого заплатил за мое легкомыслие. Я попытался исправить свои ошибки. Мы с Лией странствовали по свету в поисках разрозненных фрагментов пророчества о последних днях. Если у меня получится расшифровать его, у нас будет ключ к победе над владыками преисподней. Вы с Лией очень близки. Не знаю, как бы я жил, если бы мне не довелось заботиться о ней. Думаю, Лией бывала в тягость всюду следовать за стариком, который самозабвенно искал способ победить владык преисподней. Хоть Лией видела немало таинственного, она по-прежнему не верит, что мои поиски могут принести пользу. Я могу ее понять. Девочке еще не приходилось сталкиваться с чем-то похожим на Диабло и его братьев. В книгах, которые достались мне от моего предка Иарада Каина, приводится пророчество о последних днях. Это труд мудрецов из разных земель, который составлялся на протяжении долгих лет. Зашифрованное послание, предупреждающее о грядущем приходе легионов преисподней в наш мир. До нас дошли лишь обрывки пророчества. Долгие двадцать лет я пытался восстановить его изначальный текст. Уверен, что в нем указан ответ на вопрос, как одолеть владых преисподней. Что стало с королем Тристрама? Леорик пытался противостоять воздействию Диабло, но эта борьба истощила его духовные и физические силы. А когда похитили его сына, Альбрехта, чтобы в него мог вселиться Диабло, Леорик окончательно лишился разума. И так появился король-скелет. Леорик стал верным слугой владыки ужаса, которому так долго противостоял при жизни. Он возглавил армию мертвых в глубинах собора. Многие пытались убить короля-скелета, но никто не преуспел в этом. Лишь Айдену, старшему сыну короля Леорика, удалось уничтожить чудовище, в которое превратился его отец. Сколько себя помню, мы с дядей Декардом постоянно странствовали в погоне за его безумными идеями. Полагаю, на то были причины. Он убежден, что армии преисподней готовятся вторгнуться в наш мир, и тогда настанет конец света. Все эти годы он искал способ предотвратить апокалипсис. Что ты узнала об Адрии? Мама была родом не из этих мест. Она пришла в Трестрам в тяжелые времена. Она что-то искала, но я не знаю, что. Она напоминает мне дядю, который одержим идеей войны между ангелами и демонами. Новых книг нет. Пузнец-то куда делся? Тут же стоял. Знаешь, что могло бы отвлечь всех от проблем? Задя снова с нами. Он был чудесным образом спасен из костлявых лап чудовища. Я так счастлива. Но оказалось, что король-скелет, которого я считала персонажем легенд, существует на самом деле. Обезумевший Леорик, что причинил жителям Трестрама столько страданий, снова вернулся. Лиа всю ночь помогала жене кузнеца ухаживать за ранеными. Сегодня утром она сражалась у ворот. Как она только на ногах держится. Как мило, что ты спросил, Челда. Мы, народ вечен, кочевники. Мы всегда в пути, ищем новые земли, на которых можно осесть. Мы все видим будущее, но не каждый видит его так ясно, как я. Знаешь, мужчины так и бегали за мной из-за моих видений. Не только из-за них, конечно. Но всем хочется знать свое будущее. Мое будущее в служении. Ой, какой серьезный. Не нужно пренебрегать развлечениями, лишь потому, что тебе на роду написано «Мир спасать». Да, тут вот как раз покрасить и прочие фентифлюшки. Я помню, когда я купил, ну, практически на выходе я купил игру, и вот этой всей лабуды не было. Была более-менее такая классическая, ну, понятно, что не как 2-0. Все тогда считали, что это был реально win, а не fail. Сейчас, конечно, уже... С самого начала на старте аукцион был вещей. То есть можно было вещи какие-нибудь охуенные, которые получил, игрокам продавать. Ну, не за рубли и доллары, конечно, за золото внутри игровое. Ну, его потом отменили. Помню, какой-то скандал был, типа, что вещи начали продавать за реальные деньги, или что-то типа того. Странная, короче, тема. Этот мир постоянно обновляет себя, бесконечно переигрывая одни и те же события снова и снова. Мы только и можем, что играть отведенной нам роль. Что ты пытаешься сказать? Я говорю предельно ясно. Я не виновата в том, что твой ум не способен меня понять. Ух, какая мудрая женщина. Ну-ка, попробуем. Да-да-да, вот как раз для этого сила Будды и требуются предметы для разбора. Ну, и он мне, типа, поменяет, например, на 5 или там на 3 за 2 400. Ну, ёк. Я даже не знаю. Заманчиво. Вот это-то интереснее поменять. Вот это, например. Персональным. Что бы это значило? Ну, пускай будет персональным. Ха-ха, сука, 2 400 фикорыда. Ладно. Пойдем дальше. А вот еще можно. Что делать? Чёрта сделать можно. Такого демонического. Возьмездие Доминиона. Я даже не знаю, откуда он у меня. 20-я годовщина Старкрафт. Ну, блядь. Подарили? Тут я уже себе выбрал. Маги настроил. Ладно. Идем дальше. Ты слышал? Старик Рамфорд сократил нам паёк в половину. И как мы должны воевать, когда в животе урчит? Остальные горожане довольствуются четвертью. Даже моя жена. Но насильно здесь никто никого не держит. Ты ведь кузнец, не так ли? У меня к тебе дело. Не сейчас. Моя жена, она там, в подвале, среди тех, кого укусили. Я должен положить конец их страданиям. Ну, как поднять руку на собственную жену? Все мы идем путем смерти. Позволь помочь тебе. Спасибо. Я отведу тебя к ним. Ух, я чувствую, надо менять интерфейс. Ладно, в следующий стрим поменяем. Там просто QR-код вон, закрывает. Ладно. О, это крайне интересная тема. Я торгую украшениями. А откуда ты родом? Из Сен-Сай, где на улицах воюют великие кланы, где плетутся политические интриги, где бездонные ямы предательства ждут на каждом шагу. Мне неинтересны небылицы. Я предпочитаю правду. Ах, правду? А зачем она тебе? Действительно, зачем? Ты не робкого десятка раз не боишься выходить из города. Я слышал, что там за воротами полно опасных тварей. Я не боюсь восставших мертвецов. Какой ужас! Я имел в виду крыс и змей. А мне нравится этот Декарт Кайин. Редко встречал людей, с которыми у меня столько общего. Что ты имеешь в виду? Мы оба любим срывать покровы тайны. Декарт исследовал загадки ордена за кором, а я его жриц. В этом мире нет ничего совершеннее драгоценных камней. Ты не найдешь двух одинаковых. У каждого свой неповторимый цвет, форма, размер и степень прозрачности. Похоже, ты одержим. Да, если бы их можно было есть, то мне бы в жизни больше ничего и не надо было. Хотя ведь их, в принципе, можно есть. Говорят, есть люди, которые добавляют в пищу специальные кристаллы. А, этот хрен с камнями работает. И просит за это до хрена денег. Собственно, все бульоны на это и уходят. Главное, пока они будут тратить деньги, тем более, что некуда их вставлять. У меня... Послушай, я очень рад, что ты закупаешься у меня. Но пусть это останется между нами. Хорошо? Хорошо. Ну, нафига я его купил, когда можно было купить два таких? Я не знаю, косу на прикольная коса. Не буду пока продавать. Че там, пацаны? Че происходит? Заперты по приказу капитана. Ну, ладно. Простите меня. Не извиняйся. Ты даруешь импульс. Мира. Любовь моя. Прости. Хедрик. Помоги мне. Ой, я себе. Без тебя у меня бы ничего не вышло. Я твой должник. Меня зовут Хедрик Иммор. Хочешь отблагодарить меня? Скажи, где искать корону Леорика. В этом я могу тебе помочь. Она находится в гробнице моего деда, советника Леорика. Его гробница на кладбище в машине скиданий. Если увидишь там моего дурака подмастерья, скажи ему, чтобы он шел обратно в город. Так, это у меня новое умение, и поэтому за мной теперь будут бегать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь скелетов. Семь скелетов. Ну, я даже не знаю. У меня есть взрыв трупа, нормально. Посмотрим, как это выглядит. Вдруг лучше будет. Ну, что смотреть-то? Нет, я же не выбран. Трупное копье. Это невозможно. На цель. А, выбираешь цели, и все вот эти трупешники в него летят. Ну, сейчас проверим. Скелеты, конечно, по максимуму всратые. Это же надо было так додуматься. Представляете? Семь. Не, я понимаю. Я понимаю разрабов, что они как бы смоделили одного, и потом его семь раз. Ну, он даже один-то стрёмно выглядит. А семь раз повторённый, с одинаковыми... Ну, ребята... Ну, шкурки бы разные на них бы хотя бы натянули. Сделали разных цветов, блядь. Почему они все зелёные-то, сука? С детства. Этой игре уже, по-моему, 10 лет недавно исполнилось. Тебе не место в этом мире. Это невозможно. Ух ты! Мне пригодится свежий труп. Моя сила возросла. Спасибо. Моя сила возросла. Боюсь, нет. Тебя погубит слабость. Боюсь, нет. Легендарочка. Чё за легендарочка? Я знаю, это наверняка корона Леорика. Моя сила. Моя смерть близка! Нет. Мне кажется, я не ту выбрал. Нужно сначала поглощать, а потом уже вот это выгореть. Тебя ждет могила! Боюсь, нет. Ну реально, вот... Армия скелетов, это же самая фишка некроманская. И она так стрёмно сделана. Семь одинаковых зеленых скелетов. С какими-то невъебенными, блядь, мечами, которые выглядят как тупые палки, блядь. Пиздец, короче. Боюсь, нет. Подмастерье кузнеца погиб. Еще одна стрёма сушила баланс. Она загулять. Обзреваем, что еще что? Продолжение следует... 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 Ну ладно. Я нашел тело твоего подмастерья. Его смерть была быстрой. Вот глупый мальчишка. Всегда готовься к худшему и не будешь разочарован. Спасибо, что сообщил. Расскажи мне подробнее о своем деде, советнике. Я мало о нем знаю. Мы с отцом жили в то время в колдеях. Дед, говорят, до самого конца оставался в тристраме, пытаясь хоть кого-то спасти. Не знаю, что из этого вышло, но такие дела. Когда пал корольский лет, деда смертельно ранили. Он завещал похоронить корону вместе с ним, чтобы она не попала в руки врагу. Что ж, он сделал свой выбор. ТЭМИ Азист Азист Бывает Как как ТРАСТ Бывает У Я справлю за тебя. Это невозможно. Для этого мне нужен труп. Счастья, которые обрушились на эти края, унесли жизни многих людей. И теперь души этих несчастных вопиют омщение. Неупокоенные призраки готовы растерзать любого, кто вторгнется в их владение, ибо они верят, что человеческая кровь вернет их к жизни, которой они однажды лишились. Тебя ждет могила. Это невозможно найти труп. Я вижу суть. Че там я два левела словил за раз, блять? Не успеваешь их повышать. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Боюсь. Снег. Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 Как бы мне отключить вот эти вот. комментарии геройски про то что ему нужен труп и прочее улыбок прикольно чуть и там понял показывай а а а а корона где-то рядом а какой Девушки отдыхают 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 будут признательны тебе за помощь я смотрю скелеты свой цвет поменяли видимо их цвет зависит от того какая руна на них нафигачена